Всем привет! Холодно, сыро, мокро, вообще луны не какое-то. А мы вот с группой товарищей давно выработали для себя систему, как с этим бороться. И вам тоже хотим предложить в нашей компании. Есть такая страна замечательная, Таиланд, в Юго-Восточной Азии. Да и вообще есть Юго-Восточная Азия, но пока конкретно про Таиланд. Вот мы туда ездим с целью, во-первых, сбежать от холода, сырости, тумана и чахотки, а во-вторых, ну это же потрясающе интересно. Мы вот с группой товарищей, люди страшно любознательные, невозможно просто так приехать в чужую страну, залечь на пляже и на этом пляже лежать все время. Нет, мы это категорически не поддерживаем. Садимся на автобус, на машину, на велосипед, черт возьми, но скорее всего, конечно, на автобус. И едем по этой самой стороне, взяв с собой местного проводника, человека, который хорошо разбирается в местной культуре, например, если такой есть, и начинаем эту самую страну изучать. Вот конкретно, какая здесь была археология, кто здесь жил раньше, до того, как вообще люди современного облика появились, какие здесь были культуры, как они развивались и, в конце концов, к чему это, черт возьми, привело. Вот прямо сейчас, какой быт в стране, какая экономика, кто у власти находится, в Таиланде, например, кто, может быть, не знает, король династии Чакри, сильно ограниченный парламентом. Религия какая, культура какая, чем люди дышат. Может, у них с экономикой не все в порядке, там какая-то безработица, зарплат какие. А старбейтеры, может быть, ездят из местного горного Абадахшана или другой замечательной страны. Словом, как люди живут. Вот это мы все непрерывно изучаем. Кстати говоря, конкретно по поводу Юго-Восточной Азии нам сильно повезло. Там живет мой старый, очень хороший, проверенный друг, товарищ Костя Анисимов. Он там 18 лет уже. И с одной стороны видный знаток местности, с другой стороны видный бизнесмен, который много лет в том числе занимался туризмом. То есть, если мы приедем, у нас будет всегда то, что вообще в Юго-Восточной Азии редкость. А именно, дисциплинированные водители автобусов, возможность договориться с паромами, катерами, местными официантами, в конце концов, отелями. Короче говоря, все схвачено. И мы не потратим там полдня, ожидая автобуса. Скорее всего, этого не будет. Поэтому, чтобы познавать эту интереснейшую страну Таиланд, ну и, конечно, бежать от нашего климата в панике. У нас все есть. И мы вас приглашаем. У нас путешествие состоится ближайшее. 2 марта. Внимание, 2 марта. И продлится оно по 16 марта. Ближайшего марта. Это про этот год речь, если вдруг кто не понял. Так вот, 2-го 16 марта ближайшее путешествие по Таиланду. С целью исследования истории, археологии, антропологии, этнографии, современного быта, экономики, недвижимости, драгоценных камней и всего чего угодно в Таиланде. Ну и, конечно, с обязательным пляжным отдыхом, с плавами по реке, прогулками по джунглям. Ну, это само по себе отдельный квест, приключения и удовольствия. В общем, если у вас есть интерес к этому, ну и, конечно, чтобы от нашего дождя, от вечного со снегом спрятаться, черт возьми. В общем, если вы хотите, пишите. Все ссылки будут под роликом. Дело, конечно, сразу предупреждаю, не бесплатно, даже не самое дешевое, просто потому, что есть очень большая вилка в сезонности ценные билеты, на авиаперелеты, их лучше заказывать централизованно, это просто удобнее, поверьте моему опыту. Ну, конечно, если вы не хотите, можно и самостоятельно покупать. Есть необходимость оплачивать автобусы, гостиницы, повторюсь, это не одна гостиница. Мы проедем тысячу километров по Таиланду, а может быть, даже больше, тысяча-тысяча двести километров, это несколько гостиниц, это автобус, это в обязательном порядке лицензированный тайский гид Таец, это сборы для посещения национальных парков, потому что, опять же, природа, это важно, масса накладных расходов, и это все приходится оплачивать. В основном эти деньги требуются именно на это. Мы готовы взять на себя работу, очень сложную работу по организации и простраиванию всего маршрута от тропического пляжа до древних развалин, маршрута по джунглям и так далее, и предоставление всех сопутствующих услуг. Это, конечно, придется оплачивать, повторюсь, это даже не очень дешево. Но, поверьте, оно того стоит. То есть, таких впечатлений я, черт возьми, не знаю, где вы еще их сможете вообще найти. Таиланд мы уже знаем неплохо, маршрут отработан, поэтому вас ждет чистое поглощение информации, солнца, позитивного настроения. Экскурсия с тайским гидом, лекции, как во время переездов на автобусе от меня, Клима Жукова и Кости Анисимова, так и, например, во время отдыха на тропическом острове. Там будет дней пять, и вот все пять дней для всех желающих под навесиком в таком древнегреческом стиле у нас будут проходить беседы на интересующие вас тем и словом. Приезжайте, приходите, пишите нам. Будет круто. На сегодня все. Всем пока. До встречи.